Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, если не забуду Так что, ребятки, вот так Ну и плюс дополнительно на втором канале вышел обзорчик Age of Empires Если вам интересно, можете заглянуть в описание Он будет в описании, возможно, я его здесь чуть-чуть еще подсказочкой справа сверху про рекламу, если не забуду Поехали Разные абсолютно замки, давайте чуть-чуть дадим развиться этим ботам И будем уже потихонечку что-то проверять Такс, ну, во-первых, начнем с того, что волку настроить замок 3 Волку настроить, по-моему, замок, это тоже третий Это пятый Саладинов, честно говоря, я не знаю Это замок с дохренищей башен ужасный Это, по-моему, первый А вот этот... Подожди, четвертый? Так не, не похож на четвертый Не, четвертый замок крутой, вот прям максимально крутой Итак, ну что, на рандомных абсолютно они замка спигачатся Так что будет весело, в принципе, прям совсем Мне страшно стало, вы этого не почувствуете У нас начал уже Саладин справедливый Потихонечку, потихонечку что-то тут разваливаться от волка Потому что волк начал постепенно раскидывать оазис Это, конечно, конные лучники саладиновские бегают Но саладины пока на данный момент времени воюют за оазис И хочу я вам сказать, что конницы воюют против конницы Арабские лучники пока воюют против арабских лучников Вроде как саладин пытается что-то атаковать Но я не вижу, чтобы он атаковал Он просто поставил свои войска в защиту И это великолепно Так, тут у нас, кстати говоря, волк идет атаковать уже саладин А вот саладин, подожди, саладин у нас построился Сейчас мудрый попробует атаковать волка Причем очень хорошо Волки пока развиваются Ну, тут надо, извини меня, прокопаться Тут надо очень много всякого разного сделать Особенностью вот этому волку, у которого пятый замок Тут будет прям весело И тут очень много катапульт Уже саладин один идет атаковать Но, блин, асадных орудий, конечно, не будет Поэтому здесь атака сразу провалена Переключаюсь сюда, потому что здесь атака будет более веселой Но здесь все закончилось уже Есть, конечно, две огневые баллисты, которые стоят за деревьями Они нифига не бедны Ну, вот это ладно, что было видно А вот это вообще застроил просто сам саладин Ну, бывает, ничего страшного Главное, что такое, что получилось Тут у нас, кстати, катапульта появилась Две катапульта появились Начали постепенно уничтожать волка Угрозный клык Или какой-то Лорд клык, наверное Ну, в общем, он умирает И причем так миленько А здесь у нас волк пытается защищаться Такое Я думал, будет что-то более интересное здесь в оазисе Ну, нет, надо, наверное, ждать атак волков Тогда будет что-то более-менее интересное На данный момент времени появляются две огневые баллисты Еще две здесь стоят И, я не знаю, центрально отстроилось Все, наконец-то У волка теперь действительно есть абсолютно все Здесь, как вы видите, лорд клык Что-то тоже мутит непонятное Но у него один Здесь везде по одному барбакану То есть у каждой вот этот вот замок волка Он плох тем, что они прям смотрят на саладинах И именно поэтому будет неприятненько Ну, рандомные замки, ничего не поделать Здесь у нас уже четыре катапульты стоят И пытаются изничтожить у нас лорда клыка Лорд клык Ой-ёй-ёй, как страдает лорд клык Это при том, что как бы арабы при своем развитии Тратят дохренища денег Ну, вы видите, много башен Тратят дохренища денег Ну, вы видите, что не так все просто Лорда клыка здесь имеют прям во всей щели Четыре катапульты просто встали и стреляют Все, четыре катапульты изничтожат все это дело В нулищу Вообще, салют Здесь же у нас пока только Какие-то арабские лучники Господина Дивольфи пытаются хоть что-то противопоставить саладину мудрому Ну, арабские лучники волк по идее саладиновским проигрывают Но если чуть-чуть хотя бы саладиновские лучники проиграются Лучники, может, не такие уж и хиленькие Они могут Причем их здесь очень много Вы реально посмотрите просто Какое количество еще дополнительно на культ прислал своих воинов Так что тут будет весело Ага, пошел раз, пошел два, пошел три Ну, то есть, в общем, саладиновские так умирают и очень нехило То есть, саладинам придется сейчас перенаниматься Но в это время вот эти катапульты, они вообще не останавливаются То есть, здесь, конечно, их хотя бы две Но тут еще одна дополнительно появилась А вот нету Сейчас ее, по идее, должны снять Сняли, я так понимаю Великолепно А здесь у нас волк пошел атаковать Волк у нас атакует Но что-то как-то пока хиленько он атакует Потому что раз манганель Тут два манганель Тут где-то много три манганель Очень много всяких разных баллист Еще одна манганель Четыре манганели Ничего себе То есть, потихонечку это войско просто от манганелей улетает Да, конечно, волк тут Люпус доминирует своими арабскими лучами И мы пополняем, потому что, во-первых, это замок У него здесь нет никаких минус-почитений и всего такого Но при этом саладин атакует, ребятки Виолетовенькие И вы просто посмотрите на вот эту вот армию Которая, в принципе, готовится атаковать волка Здесь у нас две катапульты Но вообще третья как-то едет Даже четыре Четыре катапульты у нас здесь Но две по-любому рухнут Я не знаю, рухнут ли третья Все зависит от волка Конечно Но фиолетовый пытается Конечно Конечно Но фиолетовый нет Без засадных машин останется саладин Убили у него как раз инженеров При этом дополнительно здесь подбежала конница Но как-то вообще лорд-клык Вообще ничего Не делает Огромные проблемы у лорда-клыка Ну так и здесь дополнительно Вы посмотрите, что Чуть-чуть подъехали буквально катапульты И их уже сразу откидали Манганелями При этом арабский мечник добил свою катапульту Здесь еще две катапульты есть Я не знаю, будут баллисточки Будут тут манганели работать хорошо или нет Но пока на данный момент времени Волк-клюпус пытается Хотя бы что-то своему оппоненту сделать Здесь была атака на Лорда-клыка Все, то есть, попытались обтануть В том числе и фиолетовый саладин Лорда-клыка Что они здесь делают? Они здесь, наверное, пытались Стреляться с лучниками А вот так вот все нехорошо Ну ладно Я думал, там будут Убить какие-нибудь огневые баллисты Но нет, этого не получилось Здесь просто конница прибежала Ничего не смогла сделать Вот здесь вот очень сильно, ребят Вот это вот прям капец как сильно Посмотрите Пять, шесть Шесть, семь Семь катапульт, ребятки Вы посмотрите, что с лордом-клыком происходит Семь Черт его, потери катапульт Шесть тысяч Девольпи, шесть тысяч Волки постепенно-постепенно Пока не могут вообще ничего противопоставить Саладина Вообще Ну ладно, хотя бы одному Тут надо троим противопоставить Каждый волк должен своего саладина Хотя бы, ну, давить Но на данный момент времени Давки такой прям сильно не получается Потому что что-то саладина Тут реально разваливают Прямо очень неплохо А теперь интересно На лучших замках их посмотреть Потому что у саладинов Действительно есть небольшие проблемы С замком волк под номером шесть И вот нужно было бы посмотреть Что бы было бы с этим Но это уже, ребят, позже Ну да, на данный момент времени Рандомность Абсолютно Вот так вот получилось Что волки построили Именно такие Ну, благо Хотя бы нет ни одного Замка-пустышка Потому что если был бы Замок-пустышка Ну, минус волк, считайте Ну, вот этот еще более-менее Этот еще, кстати, люпус Реально серьезно играет Посмотрите Во-первых, у него катапульт много Во-вторых, у него очень много Радских пушников Которых оттепенно в Азии приходит И начинают терроризировать Этот самый Азис Он свое четко выигрывает А вот остальные волки Да, тут проблема Тут саладин доминирует полностью Здесь вообще уже подбежал Чуть ли, ну, фиолетовый саладин на пару Как раз таки Саладин справедливым черненьким Они просто прибежали сюда И все И встали у волка Под всем, чем только можно Без шансов Этот волк, все Забудь про него Досталось только два волка Ну, считайте Против трех саладинов Но пока на данный момент Время с доминирует Прямо очень жестко саладином Я такого в действительности Не Ну, люпус Не, тут из-за того Что эти лучники Конечно, приходят Да, тут кто-то самих приятно Он своих тоже потеряет Но, в принципе Нет, он своих Не так сильно потеряет То есть он Постепенно будет Ази споевать Потому что У него реально Больше всех денег У него реально Все намного лучше Десять тысяч У него хотя бы что-то есть А вот у этих двоих Да У этих двоих Все очень плохо Если вы внимательно посмотрите По нулям Здесь у нас, кстати говоря Только у вот этого саладина Проблемы Потому что он Деньги тратит Люпус свое отыгрывает Здесь волков Можно даже с пятыми Замками пустить Почему бы и нет Ставить учитель пятый Шестой На рандоме Пусть пекают Выбирают Выбирают Пекают А то я опять На своем Молодюжном Сленги Начали Конница прибежала В Азис Ничего здесь С толком не сделала Конница Как прибежала Так и убежала Я так понимаю Это конница Которая должна Делать рейд И участвовать в них Ну просто напрягающе Она просто бегает И патрулирует Я так понимаю Но В этот момент Она ничего не сделала Но вот лучники сюда пришли Вот они сделали И все И у демолька Азис потерян полностью Это вообще сидит Просто АФК Ну то есть к нему там что-то может быть приходить Сейчас Может он даже отстраиваться будет Но поверьте мне Когда тебя атакуют Вот такое количество катапульт Вдруг здесь одна Во-первых здесь вторая Ну там до этого Ой здесь даже не одна Они плодятся Почкованием Значит здесь три катапульта Ребята Там их было пять Плюс две Здесь семь катапульт Семь катапульт Было очень больно И вот Люпус свое пока Упускает И очень сильно Он не может с этим Солодином конкурировать Но Заметьте Он конкурирует Тринадцать тысяч Здесь пять тысяч То есть более-менее Хорошая интересная битва Получилась конкретно У вот этого Солодина И вот этого Солодина Уху Вот этого Волка И вот этого Солодина Да Тут уже даже катапульты Подъехали настолько близко Что ну это полный трындец Здесь бы Волку Ну хоть каких-то бы Не знаю Лучников Или кого-нибудь Да Все очень плохо Четыре катапульта Плюс еще одна Пять катапульт Терринзирует Господина Лорда Клыка Ну это сейчас Без шансов Улетучивается башня Ну может быть Манганель Что-то зарешает Главное чтобы Слушай Как она попадает Хорошо попадает Чертовка Минус катапульта Раз Ждем еще Ждем еще Будет ли еще Минус катапульта Давайте Ну 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 Чертовка Два Молодец Манганель Хорошо работает Минус чертовка Три Великолепно Но в это время Уже волка Начали атаковать Фиолет Винтис Саладин Он да Он неплох Но тут Люпус защищает Просто он поставил конницу Между двумя волками Поэтому Люпус Очень конкретно защитил Но здесь у нас Ребятки Есть пока что Манганели Манганели Реально делают дела Жаль только Опа Волк Палили Так Ну что Волка подпалили полностью Или все таки нет Но огневые Огневые Огнеметатели Молодцы Здесь конечно много Сейчас арабских мечников Они возможно полягут И тут непонятно подпалится Или нет Мне не подпалится Повезло с рандомом В принципе у волка Все и так неплохо Упадет я так понимаю Квадратная башенка На данный момент времени Больше ничего интересного нет Нет Есть интересный ребят Я нашел Диволька начинает терроризировать Маленькую башенку Такую же абсолютно Только Здесь две катапульты Но ничего Скоро переключатся Сейчас потихонечку мы вначале С этим наверное волком разберемся Думаю Саладина А потом мы разберемся и с этим Хотя у них должен быть один Маленький алгоритм атаки Ну да и ладно Разберутся как-нибудь Люпус пошел атаковать Своего оппонента Причем очень неплохо Смотри арбалетчики Прямо дошли до замка И я надеюсь что Нет Нет Не смогли они Надо чуть-чуть побольше арбалетчиков Чуть-чуть побольше просто Мясной армии Которая постепенно Победу начнет Саладина Разваливать Жаль Единственный волк Который действительно воюет Остальные волки Просто сидят Принимают И ничего более не делают У Люпуса кстати Тоже закончились деньги Из-за этого Саладин фиолетовенький Получает деньги Потому что теперь Он может свободно сидеть В алисе Ну тут бы Да Тут бы Если бы Волки возникли Субъектными замками Возможно было бы получше Потому что пока У волков Реально все плохо И я их уже начинаю хоронить Потому как на данный момент Времени Даже уже рабы Прибегают сюда Вот подбегают Прямо под замок волка Лука Я не знаю Что с ним не так Я вижу только то Что сейчас Две огневые баллисты Пытаются Ну вот они Две огневые баллисты Они пытаются Подпалить здесь Немножечко Кнуты Но это не поможет Ну прям Чтобы замок спалить Конечно Не поможет Но разбить они смогут Во-первых Они разбили квадратную башню Во-вторых Сейчас катапульты Расстрелят еще одну Две баллисты Отрабатывают Помогами Ни одного попадания Ну и все Он в атаку Ну ребят Волк Как говорится В своем репертуаре Просто повел Все свои войска В атаку Первая атака От господина Лорда Клыка Я не знаю Была ли от этого Но судя по тому Что у него По башням Я думаю Была и от него Тоже только что Буквально недавно Я ее просто Немножечко Упустил Да Чуть-чуть Совсем Не ну ребят Когда вас столько Катапульт Просто изничтожают Я думаю Это конец Ну как минимум Для одного волка Конец Я не знаю Как этот Будет ли он развиваться Но судя по тому Что происходит Вроде как Даже немножечко Развивается Здесь самый крутой волк Это вот действительно Вот этот Люпус Он молодец Он прям четко Ну во-первых У него барбакан сзади Во-вторых Он четко развивается В-третьих Он своему Саладину Таких люлей Дает Что как бы Ну тут Можно даже было бы Поспорить В том что Саладины В принципе Доминируют Если бы все Могут Так Ой По одному лучнику Подходят Они просто Подходят по одному лучнику Из-за этого Теряют Все Просто свою армию Саладин подводит По одному лучнику Он теряет всю свою Армию От буквально Меньшего В два раза Числа лучников Обалдеть Это прикольно Это реально Просто прикольно Как минимум Молодцы Пикнеры подошли Начали этих лучников Раскидывать Ну там 50 стрел Пикнеры Если вы знаете Здесь урона Увеличено Плюс 5 Почтительности Там еще меньше стрел В общем да Тут Очень неплохо Получилось Осталось Только Донести Этого самого Волка Или донести Саладину Но Я верю Что Люкус В принципе Сможет Нужно Люкус Удать время Насколько много Непонятно Но пока Саладины Жестко доминируют Я прям Даже не знаю Они Во первых Они не могут Этого волку убить Просто не могут Просто стоят Две баллисты Я так понимаю Это напрягающие баллисты Они пытаются Расстрелять Здесь И кнут Ну то есть Вот это вот Виселец Ну а волки Дополнительно Просто стоят И стрелюнкают По азису Ну этот как минимум Стрелюнкает По азису Да Ну и подвел Своих лучников Так что Наконец-то Девольфи смог Кое-как Задоминировать Но Саладин Пошел Атаковать Мудрый Сейчас быстренько Расскажет вам Интересные истории О том Как правильно Атаковать волку Плюс У нас еще Пульта Появилась Ну да Нормально Просто Одна Пульта Почти под замком Три И здесь Одна Тут В общем Весело Плюс еще Одна Подъезжает Ну да Да Тут будет Прям Реально Великолепно Но у нас В это время Мудрый Решил Протачить Простой Килов Нужно Добрать Своего Волка Для того Чтобы Уже Закрыть Поэтому Уничтожается Одна Огневая Баллиста Конница Просто Гуляет Мягко говоря Перед замком Уничтожается Вторая Огневая Баллиста Здесь Полностью Все Зачищено Будем Надеяться Что Эта Конница Ну хоть Каким Чувестным Образом Покажет Что-то Интересненькое А не Блин Пойдет Просто Сольется Башня Люпуса Бегут У нас Рабы Рабы Просто Сдохли Но Поверьте Мне Здесь Арабские Мечники Есть Арабские Мечники В легкую Уничтожат Все Стены Если Это Будет Необходимо Просто Нужно Подойти К замку И начать Добывать Камеры Хотя Нет Если Вот так Вы будете Подходить Вас Уберут Так что Нет Не все Так Просто Думал Я Что Все Так Просто Но Нет Здесь Мне кажется Даже Будет Проще Чем Они Центральными Все Вместе Атакуют Интересно Насколько Саладином Нужно Больше Армии Но Судя По тому Что Происходит Вы Видите Что Черного Вообще Никто Не Напрягал Это Справедливый Потому Что Против него Лорд Просто Мягко Говоря Брал Бротик Здесь У нас Девольпи Ну Что Попытался Своего Оппонента Сделать И Против Фиолетового Реально Была Битва Именно Поэтому Видите Его На Последнем Месте По Деньгам Там Даже Не По Войскам А Именно По Деньгам Ну И Вообще По Величавости Правильно Ну Тут По Деньгам С Величавостью Волки Конечно Еще Поспорить Могут Между Собой Естественно Как По Другому Давайте Чуть Ускоримся Потому Как Здесь Все Надо Надо Центрального Волка Убить И Его Сейчас Расстреливают И Именно Его Нужно Дождаться Смерти Для того Чтоб Какой Пикшон Здесь Более Менее Начался Но Я Все Надеюсь Что Девольпи Там А Может Быть Еще Люпус Сделают Что Более Менее Интересное Во-первых Здесь Арабские Лучники Еще Есть Блин Нет Я Так Сказал Они Есть Они Сразу Убирают Тут Блин Тут Очень Много Расстреливают Вверх Убирают Либо Во-вторых Тут Просто Да Нем Все Портят Своими Лучниками Вот Просто Все Портят Встали Здесь Своими Лучниками Стоят Ну Как Вот Волку Здесь Играют Ну Серьезно Это Уб Волку Вообще Никак Не Просто Пришел Арбалянчик Два Выстрела Отдал И Концы Склеил Я Она мне кажется Будет интереснее Уууу Подожди Подожди А тут Нет Тут Атаки Нет Она Только Что Бывает Недавно Так Хорошо Пошел Справедливый Справедливый Решил Немножечко Клыка Подрезать Клыка Подрезают Клыка Хорошо Подрезают О А здесь У нас На Люпуса Пошли Слушай Ну Вот так Скажем так Вещели Конницы Это Было Неплохо Ну Люпуса Так Нормально Раскидали Просто Есть Еще Рабы Бегут Я думаю Рабы Рабам Что Сделать Просто Они Вдохнут От Каких-то Волчих Ям Бесполезных Интересно А подойдет Ли огнеметатель Для того Чтобы Кинуть Свою Какую Двух Фигню Он Просто Будет Учерожать Баг Понятненько Вот Атака На Волка А не Этого Волка Убрать Вот Сколько Уже Времени Прошло Они До Сих Пор Не могут Кстати А почему Рядом С войсками Выстраиваются Стены Все С этим Потамик Понятно Просто Читера Ай-яй-яй Фу такими Это ужас Катапульты Все Ну или Были уничтожены Или С ними Что-то Не то Произошло Мечники Зачем Долбят Стены Просто Стоят И Долбят Стены Вместо Того Чтобы Долбить Зам Я понимаю Что Стены Это И есть Замок Но Это Не Замок Это Пристройка Поэтому Я вообще Не представляю Что там И как Там И Насколько Долго Эти Соловины Будут Просто Копать Этих Волков Люпус Кстати Сейчас Заимел Даже Денежку А это Значит Что У него Все Более Менее Нормально Потому Как Он Может Сейчас Себе Чуть Нанять Арбалет После Того Как Он Нанит Себе Арбалет Ещё Что Нибудь Сделать Но Тут 2600 А чё Он Вообще Не Атакует Или 2900 А что У него Он Люпус Ты чё Денег Решил Накопить Не Ребят Если Сейчас Будет Переворот И Он Возьмёт Этого Фиолетового Саладина За Жабры Это Будет Жёстко Просто Это Неожиданно Неожиданный Как Говорится Поворот Топ 10 Аниме Придать Не Он Реально Стал Копить Деньги Ты Чё Деньги Стал Копить Что С тобой У Тебя Скидал Стрян А Нифига У него Арабских Лучников Слушай Он Сейчас Пойдёт Доминировать А здесь Ну 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 Давай 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 Показывай Сейчас Ещё Коней Бегут Давай Коней Перестреляй Ну Коней Ты Конечно Перестреляешь Потому что Это Коней А вот Даже Может Вот Этих Вот Огнеметателей Парк Ну Так Чуть Чуть Да Типа Типа Что-то Типа Короче Получилось Немножечко Через раз Иногда Да Ну Неплохо Ребят Ну Впрочем Он Пытается Пять Ты Пять Ты Денег Нет Что-то Не так С этим Волком Подожди Здесь У нас Осадка Пошла Конница Прибежала Повеселилась Ну Конечно Подохла Более Ну Она Хотя бы Попыталась И Хорошо Попыталась Потому что Почти минус Вся эта база Осталось Просто Арабским Мечникам Прийти И В гости И Сказать Привет Ну Я надеюсь Они пойдут Не вот сюда Они же пойдут На вот этого Короче Арабские Мечники Смотрим Как подыхают Они просто Встают Давай Ох Это симфония Подыхания Арабских Мечников Стой Подожди Волк Ты че Ты че Ты че Конница Подбежала У нас в оазис Господин Дивольтер Ты шо Он еще Играть Собрался Вы серьезно Не Ребят Не Не В смысле Все Саладина Уже победили Куда ты играешь Обалдеть Вот это да Только самый прикол 7 тысяч Он копится Ну У него плюс по деньгам У него плюс по деньгам Что Ты вообще делаешь Что ты такое На пятом замке Плюс по деньгам Неадекватный Этого вообще убить не могут Подожди Подожди Это сейчас будет Переобувочная Правильно Они все втроем Дохнут Своими арабскими Мечниками здесь Потому что Некоторые конницы Просто бежит на Люпуса Люпус все это дело Естественно отбивает Нет Тут конница Видите Просто бегает По рову По приколу Но Они не могут Пройти к нему В замок Рабы Потому что Не могут Прокопать ров А здесь Стены слишком Хорошо сделаны Тем более Одна единственная стена Которая В принципе Ну Одна единственная Полоса стен Которая Достаточно толстая Но ее пробить Это не значит Что они зайдут в замок Потому как Здесь еще есть Мастерские Да Ребят Знаете Что Тут и фак Что еще Так Волк пошел Атаковать Но тут и Саладин Параллельно пошел Атаковать Ходится Чуть-чуть Конечно Арбалетчиков Помяла Так что Арбалетчиков Помянем Вот арабских Мечников Уже не стоит Подожди А куда Бежит Бой себя Люпус Вот это А это И на что Саладина Синенького Ты или А зачем А зачем Собственно Ты туда Идешь Мужик Что ты Делаешь Что это Такое Ты куда Или ты Просто Встал Сюда Да ладно Он просто Встал Сюда Для того Чтобы Пойти Вот Окей Допустим Допустим Но Войско Ты все Не просрешь Но конечно У тебя Манганели По половине Но это Очень неприятно Зато От атаки Отбился Полностью То есть Упус Полностью Отбился От атаки Десять День Ребят Напоминаю У него Реально Все шикарно А вот Этот Саладин Конечно Сейчас Будет Пытаться Рассказывать Интересные истории Ну что Давай Давай Справедливый Рассказывай Интересные истории Пора Давай Даже 200 Что-то тут Намечается По-моему Даже Слишком Долго Это Была Катапулька Катапулька Попала Так А он Стоять А вы видели Что клык Восстановился У него все башни Восстановлены У него экономика Работает Конечно Так себе Но Ребят Все башни Восстановлены Он восстановил себе Полностью Замок Он восстановил себе Популяцию Лучников Людей Защитников Вообще Всех У него даже здесь Арбалетчики Постепенно Начали Скусникам Появляться Кажись Не все Так Просто Так Идет у нас Дополнительно Саладин Мудрый Смотрим Как же Они будут Волка Саждать Тут Знаете Игра Так Резко Стала Истомной Веселой Какой-то Ну Вы представляете Насколько Вот Я даже Он 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 Здесь Защитится Лучников Веселой Горят у тебя волк. Лорд горит. Лорд подгорел. Что ты делаешь? Ну, ё-моё. Диволька, кстати, в это время развивается. Блин, у лупаса денег, конечно, мало. Но вроде как... Нет, пошли уже саладина постепенно наконец-то своего оппонента сносить. Тихо, ассасины пришли. Ассасины всех поперерезали. Ассасины открыли барбакан, но немного не тот, который нужен. Всё, великолепно, на этом закрываем. Здесь у нас... Да, здесь у нас просто арабские вещники начали таранить стены. И всё. Ну, то есть, они просто будут таранить... Не, подожди, вот эти арабские мечники могут таранить стену так, чтобы пошла атака. Подожди, у нас ещё есть справедливый. Решил подключиться к этой пирушке. Слушай, ну пирушка здесь весёлая. Блин, нет, если бы его не подпалили, он бы ещё держался. Почему они заставляют меня переобуваться? Стой, люпус, подожди, переобуваемся обратно. Люпус ещё сейчас поможет дополнительно расправиться с атакой. Так. Отлично. Отлично. Ну, вроде нормально, да. Вроде пошло. Вроде пошло. Но здесь они сейчас войдут. Они войдут всеми этими мечниками. Да. Пошли потихонечку ходить. Мечников много. Не, этого волка, скорее всего, разрезали. Блин, но дно было близко. Реально было близко. Чёрт, реально было близко. Я вот прям уже думал, что всё. Послание от Саладина. Свершилось то, что должно. Но ещё один враг спал. Реально. Чёрт, они просто его стояли, месили, 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 месили. И так замесили всё-таки. Ну, блин, если бы он его не подпалил, всё бы у него было хорошо. Он бы постоянно восстанавливался. Он постоянно восстанавливался всё это время. У него никаких проблем не было. И там волки реально могли бы просто на этом сыграть. То, что волкам надо пока раздражаться. Ну, и сейчас уже два против трёх. Я волков реально стараю. Ну, ребята, здесь шансов у волков не так уж и много. Давай сделаем скорость 300. Естественно, с повтористами это никак не связано. Можно даже снисти 500 было бы сделать. Просто интересно, кого они будут в следующем убивать. Давай посмотрим на атаки всё-таки. Потому что нас больше интересуют атаки, я так понимаю. Здесь у нас сейчас будет Саладин мудрый атаковать. Мне интересно, кого Люпуса или всё-таки... Ну, Девольпи, скорее всего, будет атаковать. Интересно, просто будут ли ещё Саладины подключаться? Нет. Девольпи начал отбиваться, скажем так, от этой небольшой атаки. Тут конницы не так уж и много. Но из-за того, что у Девольпи здесь войско-то было уже продрано. Причём, серьёзно так. Из-за этого, конечно же, оно прострадало неплохо. Бегут ассасины. Ассасины успеют забраться на замок. Вполне возможно, даже успеют открыть барбакан. Смотря какой. Смотри, они даже пошли нужный барбакан открывать. Спустились. Зачем-то я не понимаю. Зачем? Ломал рынок. Только что ассасин. Кстати, мог бы сломать рынок и всё. А, не, не всё там по дереву нормально. Ну, в общем, да. Этого волка чуть проще убьют. Конечно, конница бьёт стены. Ещё бабские мишники бьют стены. Я думаю, вполне можно разбить. Дальше не знаю, что может сделать. Это уже интересно. Но у нас, смотрите, у нас начала потихонечку, обнимая баллиста, разваливать вот эту вот штучку, которая называется цель. А, не, они, я так понимаю, всё-таки пока перестреливаются снеганами. Ну, хорошо. Главное, что они работают. То есть две огневые баллисты, они работают. Причём, смотри. А, они колодочки, колодочки. Тихо, колодочки. Колодочки у них уже. Не, ребят, надо церковь уничтожать. Но, я так понимаю, они и церковь. Церковь подпалилась, всё. Сейчас будет пожар во всём замке Волка. Ну, и на этом Волка закрывают его себе. Я так понимаю. Но, правда, это единственная атака. Здесь ещё дополнительно подбежал Тиолетовенький Саладин. Начал тоже свои козни постепенно строить ему Волку. Я думаю, здесь уничтожат. При этом у нас ещё две катапульты, две огневые баллисты подъезжают. Здесь Волк полностью горит. Ну, забудьте про этого Волка. Это всё, что у нас со справедливым Саладином. Он тоже пошёл постепенно строить. Не, ребят, ну, три дупла, они, конечно, быстрее этого Волка разобьют. Я не понимаю, как того так сильно. Ну, реально, Клык молодец, он держался до упора. Вот этого Волка в три дупла, я думаю, они с первой атакой буквально. Ну, буквально. Это, конечно, тоже сильно громко сказано, потому что, вы видите, что сейчас делают арабские мечники. Так что придётся опять переобуваться. Но, впрочем, да, тут будет две атаки плюс-минус. Да. Плюс-минус, да. Я заколепался его рингом. В общем, смотрите, что происходит с выжниками. Выжников перестреливают, и вы по листкам. Вот. Ну, я не хотел бы вам ничего сказать, но вот, пожалуйста, нет. Подбегает конница. Вот это уже справедливый пошёл. Вот справедливый сейчас будет так справедливый, по полной программе. Там не просто справедливый, это всё сразу. Ну, во-первых, арабские мечники здесь делают дыру. Не знаю. То есть вообще бывает. Во-вторых, они пойдут в пожар. В-третьих, если структура сейчас гореть не будет, а амбар уничтожен, структуру уже гореть будет очень сложно. Всё, ребят. А пожар закончился. Слушай, что-то саладинок получилось. Прикольно, ну, достаточно атаковать. Во-первых, уничтожено. Все мечники справедливого и фиолетового, по идее, должны были ещё от мудрого. Все должны идти сюда. Арабских мечников, по идее, здесь развалят. Но есть маленькая проблема. Есть ещё маленькая проблема. Идёт войск справедливого. Войск справедливого, я так понимаю, это конечное для лорда Гелори. А пришлось. Вообще без шансов. Я реально офигеваю. То есть настолько быстро убили этого, настолько медленно сидели с клыком. Да, ребят. Ну, здесь ускоряемся, потому как, ну, просто нужно уже досмотреть конец битвы. Как говорится, зафиксировать результат. Ну, опять же, саладину нужно меняться справедливому. Тут ещё фиолетовенький полностью просрал всю свою войску, но у него там что-то оставалось. А в это время Мудрый уже нанимался. Так что сейчас будем ждать две атаки. Интересно, насколько долго они будут терроризировать господина Люпуса. Потому что Люпус тут аж 300 армий. Даже если он сейчас пойдёт в атаку, ничего это не изменит. Поверьте мне, просто его быстрее убьют. А наоборот, даже только Зай, если бы он сейчас пошёл бы в атаку. Но, я так понимаю, Зайзис, он, в принципе, воюет и неплохо. Пошла конница. Со всех сторон. Ребята, ребят, 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 ребят. Сейчас будет весело. Тут со всех сторон конница пошла. У нас два саладина синхронизировались. Так, подожди, айрот. Не, айрот. Ну что, давай. Чтоб красиво было. Вот прям нужно завершить. Красиво сегодняшний день. Прям чтоб наверняка. Давай. Но очень мало осадных орудий. Очень мало. Боже, сколько конница идёт. Ну посмотри просто, сколько конница идёт. Да, подпаривать сервис нет, но это не страшно. У нас есть ещё конница. И ещё конница уже постепенно пошла. Да, волк пошёл в атаку. Ну и быстрее покажем. Это прекрасно и приятно. Лишнего сидеть не будем. Пошли ассасины. Я не знаю, что будет делать ассасины, но ассасины в данном времени делают сассой. Здесь волк атакует, но это не помешает абсолютно никому и ничему. Потому что влетают арабские мечники. И арабские мечники начинают очень жёстко бить фронтальную башню. Да, тут подпаливается очень много арабских мечников. Очень много подпаливается. Перегорает почти всех. Волк пытается выйти своим войском в оборонку. Я не знаю, сможет ли это количество арабских мечников убить волка. Надеюсь, что сможет. Хотя, в принципе, не, ребят. Здесь будет тяжеловато. Он отобьётся. Вот так вот он отбился. То есть он свою атаку вернул и даже отбился. Охренеть. Ну тут нужен только один Саладин. А он начинает атаковать. И он всё это дело завершил. Ну что, сделает он это или нет? Завершит он сейчас? Или всё-таки придётся ещё немножечко подождать? Потому что тут армия жёсткая. Реально жёсткая. Идут арабские лучники. Арабские лучники пытаются уже чем-то с башней сражаться. Я вообще не понимаю, зачем они сражаются с башней. При том, что тут замок открыт. Просто можно свободно пройти. Появляется где катапульта. Появляется одна огневая баллиста. Что-то конница делает. Что-то отвлекает башню. Но не идут мечники из-за этого. Это полная хренатень. Но конница полностью. Всё, что только можно. Убрала порвам с нефтью. Они уничтожили пруды с нефтью. Поэтому мечники заходят вполне свободно. Замок. И, конечно же, они этого самого волка заканчивают. И вообще без вариантов. Турь без шансов. Что? Тут только... Вот, я думал, это произойдёт. Сейчас придётся переобуваться, что-то произошло. Но это было не так страшно. Саладины победили. Я их поздравляю. Это реально очень прикольная победа. Это при том, что они могли проиграть. Люпус красавчик. Остальные волки это полнейший трындец. Давайте так. Если бы у Девольпи был бы замок немножечко другой. Возможно, пятый. Здесь бы битва была бы вполне не такой. Почему? Потому что двух саладинов... Ну, двух саладинов оставили без денег. Причём, серьёзно, так. Тысяч, день, десять у них бы там оставалось. Волки, я думаю, постепенно начали бы, ну, что-то делать. Но самое главное. Центральный волк очень долго терпел. И за счёт этого волки могли бы прям реально что-то сделать. То есть тут самое главное, чтобы у хотя бы одного из них... Ну, возможно, даже Люпус, если был бы с замком шестым, а волк там Девольпи был бы с замком пятым, ну или не так. Просто у Девольпи замок шесть, а у Люпуса, естественно, и так его замок пять. То всё было бы совсем по-другому. Потому что у волка была бы, а, экономика, б, войска, ц, он бы просто хотя бы одного саладина пронёс, Люпус держал бы своего. Ну, а центральный волк терпел бы от всех саладинов на этой самой планете. И, возможно, волки могли бы победить. Так что я думаю, можно будет зареваншить с лучшими замками, а потом я попробую подобрать ещё какой-нибудь интересный билд по замкам, если у меня получится. Огромное спасибо за просмотр. Битва была реально интересной. В особенности я реально успел поверить в то, что волки могут убить саладинов. С вами был Роджан. Не ленися, подпишись на канал. Неудачи. До следующего ролика. Пока-пока, ребятки.